всем привет меня зовут диана любимого и вы находитесь на канале просто лепка сегодня мы будем с вами лепить вот такое вот существо и называет его сиреноголовый это 12-метровое гуманоидное создание со сохшей кожей бледноватого цвета его конечности непропорционально длинные и очень тонкие руки свисают до самой земли оканчиваются руки огромными костинистыми пальцами вместо шеи и головы у существа что-то напоминающее столб из которого торчит сирена отсюда и название его сиреноголовый вокруг сирен обматываются худенькие провода сделаны они по-видимому из металла сирены присоединяются к остальному телу длинными костяными связками вся эта биохимическая конструкция может вращаться на 360 градусов на некоторых снимках и иных изображениях внутри сирен видны кричащие челюсти зубами и длинным языком сиреноголовый в основном издает громкие звуки характерные для армейских и гражданских сирен сигналы воздушной тревоги искаженную музыку экстренное оповещение и многое другое помимо вышеупомянутых характерных для громкоговорительных сиреноголовых может имитировать голоса людей и животных чем привлекает к себе внимание например издает жалобные крики о помощи помимо этого существо умеет мимикрировать под деревья и фонарные столбы что практически всегда дает ему право первого удара данное существо крайне агрессивно и опасно для людей она ведет хищнический образ жизни обитая в сельских местностях отдаленных городах и лесах заманивая заплутавших жителей путников и детей иногда охотится на диких животных издавая волчий вой принимая волков и собак а затем съедает две три особи мало кто пережить смог встречу с сиреноголовым из-за этого о нем так мало известно нападает существо сопровождает транслирующие звуки убитых им жертв или же сигналами воздушной тревоги впервые современной истории сиреноголовый был замечен в 1966 году на кладбище в аризоне через которое проезжала проходящая отпуск семья через 30 лет 16 июля 95 года группа подростков пошла в поход в лесу таньяр крик что на северо-западе от арканзаса там их и поджидал сиреноголовый с показанием чада вышивши выжившего подростка его друзей схватила что-то гигантское предыдущие между деревьями и поджидающие их голоса чат был найден живым с несколькими ранениями а вот следов остальных парней найдено не было с какой целью сина сиреноголовый напал и забрал их что он с ними сделал остается неизвестным по сей день всего на данный момент есть девять свидетелей якобы переживших встречи с сиреноголовым последние упоминания о существе пришли из индианы эти часто стали пропадать люди по словам некоторых жителя он ходил прямо по улицам городов мимикрируя под фонарные столбы есть свидетельство того что сиреноголовый якобы появляется задолго до зарождения человеческой цивилизации по всей северной америке находят наскальные живописи на которых изображено нечто очень похожее на сиреноголового скорее всего это рисунки просто хорошая имитация древней наскальной живописи сделанная с целью розыгрыша и поддержания интереса к данному существу кроме того были упоминания о монстре во многом схожем с сиреноголовым но с одним большим отличием вместо сирены у него был уличный фонарь возможно некоторые особи данной данные ранее неизвестного наукового вида развили более продвинутые навыки мимикрии или же приспособились к другим условиям обитания сиреноголового принудил кандинавский художник и иллюстратор тревор хендерсон который рисует в жанре криповые картинки вот такое вот существо у нас сегодня с вами получилось ребята обязательно напишите мне в комментариях понравилось ли вам видео такого характера всем до новых встреч и пока пока